Перед матчем с Рубином у Арсенала полный комплект. За время перерыва в чемпионате травмированные игроки успели восстановиться. Часть из них съездили в свои национальные сборные. Это Гея Григалава, Михаил Александров, Стопила Сунзу и Владимир Габулов. Выходные закончились. Команда начала активную подготовку ко встрече с казанцами. В первом круге в Казани тулики потерпели поражение. В том матче отличным ударом Игорь Шевченко открыл счет. Рубин сравнял уже во втором тайме усилиями Сонга. А на 75-й минуте Азмун с удовольствием упал в штрафной Арсенала. Цактор с пенальти забил победный мяч. Запомнился тот матч также страшной травмой Геи Григалавы. Никакой обиды и злобы, уверяет защитник, не затаил. После травмы полностью восстановился и даже сыграл за сборную Грузии в товарищеском матче с Кипром. Эмоции положительнее, конечно. Давно не было в сборной. Хорошо, что вернулся после долгой паузы. У тебя, наверное, есть личный такой долг? Крубин еще не зовет. Да нет, личных ничего нет. Просто есть, как обычный соперник, хочется обыграть, сыграть. Помимо матча первого круга этого сезона, команды в рамках премьер-лиги встречались четыре раза. Статистика домашняя. В Казани дважды с минимальным счетом выиграл Рубин. В Туле нулевая ничья и также минимальная победа канониров. Разница мячей, соответственно, 4-2 в пользу команды из Татарстана. Что касается турнирных раскладов, то Арсенал седьмой, а Рубин десятый. Между командами четыре очка. Крепкий состав, сильный тренер, но пока казанцы буксуют. Рано или поздно команду Курбана Бердеева прорвет. В Туле надеются, что не в завтрашнем матче.